работа а каковы были их игры что они думают о современном состоянии потом я попрошу вас задавать вопросы зала я думаю что вам тоже что то будет интересно и в конце если у нас останется время а я думаю останется мероприятие запланировано до 6 часов да и после зал свободе можно будет неформально пообщаться так вот в остальное время я постараюсь вызвать вас на определенную дискуссию посвященную собственно русским местом я по этой теме кое-что знаю могу осветить и сложить свои идеи вы может быть имеете какие-то свои идеи и так далее короче думаю час будет заполнен основная часть интервью а остальное так сказать отца предполагалось три спикера я сейчас представлю двоих первым должен был быть олег захаров достаточно известный автор создатель игры петька спасает галактику здесь как видите много материалов после окончания можете здесь походить посмотреть что есть интересное особенно попрошу обратить внимание вот на ту левую стенку видите там есть нет нет вот здесь видите там есть всякие распечатки из игровых журнала 90 которые кое-что раскрывают на эту тему посмотрите кому будет непопытно ну или хотя бы сфотографируйте второй наш шпикер уважаемый который мы смогли найти благодаря помощи уважаемых фанатов это ярослав кемниц он создатели достаточно известные игры девяностые широкого хита грек отвязные приключения сейчас он занимается анимацией да всем погребли очень мы это святим еще да ну и третий человек который давал интервью не раз и тоже весьма известен в этой сфере это юрий матвеев создатель игры звездное наследие который в 90-е было хитом на платформе спектрум и сам потом он занимался тоже так много вещами тупи си потом мобильный в общем пришлось менять платформу да он возможно самый опытный в микросфере человек из этих трех спикеров он еще в начале 2000-х делал игры для определенного об этом я надеюсь вы сможете сказать не будете здесь сильно безусловно а потом соответственно несколько классических русских квестов если мне изменяет память сейчас у меня где-то было записано путешествие алисы вечера на внутри блестиканьки обитая на остров землянин но и потом перешел соответственно на длину и я думаю он тоже сможет рассказать чем занимается конкретно сейчас но к сожалению вот заказов ожидался минус первого как видите западывает платы в общем написать позвонить и вообще будет поэтому поэтому я предлагаю 5 минут ожидаем если нет то сарганова цепи третье и пусть отвечает последним когда декларе хорошо нет сожалению вот так как мероприятие формате более крупных фестиваля совалось а библиотека как вы понимаете вполне рядовая то то что вы видите это все наше основное богатство петлица только одна камера предполагалось четыре часа я николай пауза есть может быть ее заполню я пришел сюда чтобы посмотреть на реальных производителей игр или сценаристов авторов почему я занимаюсь деловой меню это игра которая имитирует профессиональный день она очень сейчас востребована в гузах колледжах тип корпоративных структур почему потому что погружая среду профессиональной деятельности участник этой игры получает профессиональные навыки тем самым он ускоряет процесс освоения профессии для работодателя это очень важно и по этому пути пошли все ведомства которые связаны с рисковыми операциями это военные они имитируют поведение военнослужащего дальше с транспортом связано это имитации водителя рабочего места водителя ну а дальше по тому насколько хватает денег у заказчика я представляю разработчик который сделал игру которая имитирует профессиональную деятельность экономиста или финансиста имитируется деятельность компании который студент или участник игры выполняет те операции которые связаны с организацией производства управление этим производством и управление сбытовой продукции которую пускает предприятие которому направлен поэтому сейчас хотел бы попросить так как здесь собрались люди которые занимаются сфере развлечений и воспитания культуры поведения человека через игру вот я занимаюсь культурой поведения профессионалов что конкретно вы хотите каким образом можно сейчас воспитывать в игровой тематике людей у которых есть интерес к профессиональной деятельности смотрите это конечно не совсем совпадает наши темы более посвященных местам но если вы хотите поможете либо после общаться напрямую с работчиками либо в конце задать им вопрос по этой теме либо сейчас сейчас а тогда у нас есть вопрос относительно того что они думают о создании наших видео игр может быть они это затронут вы кстати не переживайте хотя у нас сейчас мероприятие посвящено одному конкретному жанру есть идеи дальнейшем проводить мероприятие посвященные и другим играм и вы сами можете подробно провести следите за новостями в библиотеке может быть что-то на этот счет и будет особенно в июне Влад вроде бы в июне предполагается там провести лекции о инзалитах хорошо ну давайте пока наладим обратную связь остальные-то зачем пришли на кого посмотрите что вы знаете давайте кто смелый сильный умелый кто покорил джунгли пока смелых нет я продолжу пока смелых нет я продолжу один уже есть есть конечно уступает они праздновали любопытство ага понятно значит продолжаю нашего коллегу которого ради любопытства дело в том что с моей точки зрения игра это наиболее мощное оружие для воспитания мировоззрения человека через игру можно воспитать такого гражданина который будет или любить свою родину или ненавидеть развращая его низменные качества но человек он податлив и поэтому если ему говорить все время что деньги это главное в своей жизни будет за 30 лет как раз воспитать такого человека мы воспитали хорошего обывателя понятно спасибо у которого главная ценность это его мирок хорошо ясно а вы когда делали свои игры думали о патриотическом воспитании людей за 30 лет не вопрос но давайте как мы договаривались первый спикер отвечает вообще честно говоря о каких-то вещах патриотических и таких высоких не думали мы смотрели на другие игры угорали от того насколько они тупые и просто хотели сделать еще тупее чтобы это было тупость доведенное дату до идеальной тупости у нас не было высоких каких-то особых идей хотя первый сценарий нам написал ваня хлобыстин да но он не пошел потому что это был сценарий фильма вот он не ложился никоим образом но честно говоря не было никакого желания затрагивать не политику не экономику понимаете высокие темы это вещь очень специфическая любовь это высокая тема наверное политика высокая тема черт знает наверно темы разные бывают мы в этом плане просто большому счету развлекались между прочего это характерно по всей видимости для всех русских весов и это довольно ярко отличает от западной школы мне все-таки к играм принято относиться более серьезно а вы видели что могу сказать только что правильно присоединяюсь никаком патриотизме там какого-то воспитания крутого человека никто конечно во первых сам процесс разработки игры это тоже своего рода развлечения потому что когда вы занимаетесь игрой вы придумываете вам вам интересно вы первый автор игры вы в нее играете сами первым да то есть и процесс ее производства придумывания да сюжетной линии всего чего угодно мы говорим сейчас про кусты да то есть это сам по себе занимательный процесс и ты в этой игре ну просто как автор да который это может писать и как художник это ближе к этой деятельности по самом деле поэтому я так вижу да я вижу вот такой мир я его там придумываю я там насыщаю его загадками я вижу какое-то сюжетное время чего-то я хочу показать я хочу напугать человека я хочу заселить или я еще хочу вызвать его эмоции и создать некую атмосферу несколько составляющих которые определяют мир но патриотизм какой-то если бы не очень много было заказанных игр которые там приходили люди предлагали давайте мы сделаем еще что-нибудь такое историческое патриотическое воспитание ну в принципе такими проектами тоже могли бы заниматься но не сразу я даже тестировал игру в 2005 году какая часть версии петьки вышла ездил в определенное место не помню куда и мне пак давал диски я домой приходил тестировал там и в конце мне выдали большой диск с книжечкой там мое имя указано не помню какая часть но это 2005 год был да зимин да зимин игорь у меня никто макдм был я тоже играл причем на школьном компьютере когда мы там и форматику проходили сейф я прошел сам да сейф этот легендарный многие на нем спотыкались хотя на самом деле традиционная загадка на четкость не черность я потом видел похоже в каком-то другом месте по моем сайте по моему сайбере но там было всего четыре штыря так что до прошу дальше прошел сам даже не пользуется покажение это же было начало нулевых прохождение были уже кое-где но я о них еще не знал а петь кто играл в поднимите руки а петь хоть между прочим самый первый ну что ж ну что ж я вижу что аудитория в принципе кое что об этом слышала но пока что не намерен отвлекаться в определенную дискуссию ладно сейчас думаю заберемся уже прошло как бы 20 минут запланированного отопления нашего филосфитера нет ну что ж тогда делать нечего сейчас я верну нашим уважаемого сотрудника я думаю мы начнем без него вы сказали что вы ориентируетесь на тупые игры чтобы еще тупее а какие игры тупые вы ну когда мы делали гэк вышла вышел квест роберта уильямс там с магория и мы и над ним конечно угорали по полной программе тетку только что чуть не замочили она стоит перед зеркалом у нас такое развлечение было когда кто-нибудь поезд на кухню а другой человек стоит для сторонних людей это было непонятно а для своих это было понятно он думает он айдол то есть на самом деле тогда жанрова очень все было достаточно кондова то есть если в кино существовали определенные уже давно известные механики в играх эти механики только открывались и поэтому многие но в основном конечно тогда западные игры ты смотришь и даже уважаемых людей думаешь господи что же у тебя в голове то в этот момент был ты не то ли грибы жевал то ли еще чего то вот поэтому мы в своей игре развлекались по-разному то есть мы по сути пародию делали не только на всякие сюжеты наполнения но и на сам жанр как таковой да? ну и на кино тоже ну как бы мы делали пародию на пафос понимаете то есть когда у нас была горячая линия когда уже игра вышла у нас когда входишь в компьютер марго самая дьявольскую винту надо набрать пароль ну мы как бы я из вас пароль целый час пока не догадался присмотреться да введите пароль и вот на горячую линию звонили люди и говорили какой пароль пароль какой пароль пароль горячей линии сама никогда не играл ну вот это было наверное главным двигателем потому что тогда вышли продукты типа миста сейчас вот у него была реинкарнация тоже все угорали но как-то нас в общем это не задело да ладно я читал в общем-то вы говорите что атмосфера мистерова муча атмосфера но не геймплей я могу сказать что на тот момент вот то что как бы у нас было из любимых продуктов это фулл тропы слушайте у меня есть вопросы как раз про это дело я думаю вы про это скажете народ хорошая новость я починил трубы для починки еды в гисмире вот шутка сейчас будет третий спикер я надеюсь его скоро ват приведет и мы наконец-то начнем вы изложите там любимые игры и про проще а сейчас тратки наверно ликбез про те кто не знаю про эти игры кто не знает кто-нибудь вообще знает о чем был век отвязанное приключение мы маленькие были маленькие вам не давали родители а вы или можете сказать я могу сказать за плечами только виден когда там они играли к сабы я снова можно сказать о чем как это было вашей как сказать приключение а секретного агента который должен сражаться с бандой сатанистов в соседнем замке до зерном на континент из военной франции и когда мы придумали пингвина не думали что это кажется главным персонаж потому что люди искали чат коды убрать пингвина пришлось выпустить dlc версии пингвина нет вообще выпуска изначально планировался нет но просто народ изменился по полной программе были люди даже которые находили студию приезжали требовали годы были времена в начале 90 когда звонили по телефону и просили назвать код или иначе вы зажали можно наконец-то здравствуйте олег а мы вас заждались прямо как свое время ждали вашу игру хорошо сказали здравствуйте 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 меня зовут николай я модератор нет предполагалось что александр первым вы не саживайтесь на пересаживайтесь нет мы еще не вернулись отлично давай влада говори все ли нормально попадаем в нем их кадр все отлично сейчас я включу камеру на телефоне начнем трансляцию нет пока ой 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 извините вас жаль что вы не убывались отлично 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 живое общение можно посмотреть камеру можно обращаться просто так ну что ж итак начнем нашу дискуссию меня зовут николай я не связан непосредственно с игры индустрии но я достаточно знаком с квестами как таковыми в том числе и счастье в нем которые составляли целый отдельный жанр в свое время наше сегодняшнее мероприятие поэтому в первую очередь посвящено именно русскому квесту как такового он зародился в тяжелые времена второй половины девяностых прошел нелегкий путь и уже в самом начале были созданы наиболее яркие хиты и я очень рад что нам удалось пригласить авторов наиболее ярких из них в том числе олега захарова соавтора со сценариста автора идеи игры петька василий иванович спасает галактику которая стала началом для целой франшизы из девяти игр одна из самых больших квестовых франшиз в истории ярослав кемниц соавтор со сценарист игры гэг отвязные приключения которая в свое время была большим хитом и показала что наша индустрия вполне может создавать игры на техническом уровне на техническом уровне сопоставимые с западными и уважаемый Юрий Матвеев автор хита на платформе спектру звездное наследие и в дальнейшем человек который тесно занимался разработкой и игр и многих другого к сожалению нам не удалось пригласить выйти на авторов игр братья пилоты и штырица которые тоже так сказать ходят в этот большой ряд к сожалению в 2000-е годы жанр постепенно стал рождаться и игры стали гораздо более дешевыми менее качественными более глупыми гораздо более простыми что называется более крышевыми тем не менее этот жанр просуществовал до самого конца нулевых пока в итоге не исчез и наше сегодняшнее мероприятие будет посвящено жанру как таковому личности его уважаемых авторов их мысли насчет этой индустрии а также и вашим личным мыслям вопросам и пожеланиям которые будут заданы после окончания нашего большого интервью после чего я надеюсь мы сможем провести плодотворно двухстороннюю дискуссию ну что ж а теперь я начинаю задавать вопросы уважаемым смикерам оно будет проходить в следующем формате я задаю вопрос вы отвечаете по очереди если кто-то не найдет твоего ответа ну что ж пусть отвечает и еще скажи ват раз мы задержались на 20 минут мы имеем право их как сказать перенести после шести отлично мероприятие рассчитано на два часа после этого можно будет устроить неформальное общение вне записи вне онлайн-трансляции для чего специально приготовлены определенные сладости и чайок за итак скажите пожалуйста девяносто это время когда в нашей стране еще только начиналось становление интернета компьютерных технологий индустрии видеоигр как получилось что вы занялись этим и именно квестами а не какими-то другими жанрами было ли это сознательно желание войти в индустрию или просто в течение обстоятельств пожалуйста ну как раз я готов ответить только Николай можно нам как в кружок нужно сесть полукругом а там приходит с головой ворочить постоянно ну как бы сейчас в месяц как бы вообще там ну вот так вот мы можем сделать вот так нормально хорошо ну в индустрию я попал случайно и совершенно не ожидал даже что это будет именно с квестов начинаться начиналось вообще у меня все с рисунков со школы если интересно вам будет так издалека начать давай только помните что в регламент ну очень большой ну в общем я это было середина восьмидесятых годов только стали появляться первые видеомомитофоны у меня в моей семье его не было я ходил по друзьям и вот то что я успел посмотреть какие-нибудь там мультики про Торренда Дака про Макки Мауса ну погоди очень любил я зарисовывал тетрадочку и получались такие комиксы достаточно длинные по кадрам рисовал раскрашивал все это и потом стал думать а какие же герои придумают таких чтобы они были популярны у нас проводил вопрос мнения у школьников многие говорят надо роботов рисовать надо рисовать динозавров рисовать еще что-то ну рисовал я роботов и динозавров и космические какие-то истории а потом подумал ну ежу популярное у нас что-то такое что-то что-то наноси популярное вот ежу Петька Васильвановича не играет правда они тогда назывались Васильвановича Петька это я потом переназал Петька первый и название игры не случайно потому что он рабочая сила ему дает задание он ходит и выполняет а Васильвановича он командив ему не положено ничего выполнять по сути самому бегать и вот тогда мои тетрадочки вот эти комиксные они стали очень популярны в школе и ходили между классами я там я учился в 7 классе 8 классники они подходили дайте тетрадочку посмотреть эти классники подходили а нам вот и туда посмотреть на руки посмотрят потом возвращают и уже закончив школу в 90-х годах какие-то собрались ребята из колледжа нашего местного это все было в Зеленограде пригласили мы делаем игру я Игорь любил но если честно говоря к тому времени компьютеры видел только такие где мониторы помните длинные глубокие ламповые зелененькое бегало все я даже не знал что бывают цветные мониторы и тут пошло и поехало слава богу попались попался нормальный человек у наших инвесторов которые мне сразу выдали графический планшет компьютер монитор дома поставили я сразу начал работать сейчас называется наенсорти тогда я даже таких слов не знал вот сменились такие компании ну то есть эти ребята не выдержали бросили проект еще одна компания еще так наверное три компании сменилась которыми я продолжал все таки делать этот проект и наконец-то появилась еще одна компания SBG которая я нашла SBG занимались первым журналом по компьютерам по компьютерам играм на CD-дисках то есть первый лицерный журнал был и получается что этот первый игровой журнал он стал донором для нашего проекта игрового который мы предстоящему стали делать там я познакомился с программистом который завершал ну не завершал но один из этих разработчиков Сергей Волик и там я познакомился со сценаристом нашим Вячеславом Письменным с Вячеславом Письменным ну так немножко ну через будущее взгляну мы с ним недавно опять познакомились ну как бы сдружились долгие годы вот до коронавируса как бы планировали продолжить и у нас эти планы до сих пор остались продолжить не только игры мы там написали около 25 сценариев для игр 30 сценариев для художественных фильмов 40 сценариев для полнометражных фильмов книги он одну книгу написал я одну книгу написал но все это дело не дошло пока не сдалось всегда проблема с публикой с потребностью публики и с инвесторами всегда вопрос упирается на деньги и тогда тоже упирался вопрос деньги в 90-х годах в середине 90-х во-первых почему квест потому что проще делать с точки зрения программирования рисунки тоже там из объема просто как бы на фоне ходят герои да то есть этот как как ну вот это ну соответственно вот именно так что я вошли в эту индустрию отчасти случайно благодаря другим друзьям которые вас это я так интересно я много почитал интервью создание вашей вошли вишни вишни я как-то не заметил что тут вы работали не на суд спасибо что это пожалуйста ярослав ну у меня все было совсем по-другому то есть я тоже должен начать первый свой трековой фильм снял 8 лет разбив родительскую кинокамеру и меня всегда мне казалось влекло в кино именно трюковое кино и как-то так получилось я еще сбежал я работал в космической промышленности она в этот момент уже разваливалась и я оттуда свалил и надо было как-то зарабатывать деньги я немножко программировал и тут меня нашло министерство обороны и сказал сделай тренажер про третью мировую войну это в каком году было это был 89 понятно вот и я такой а деньги есть а денег на третью мировую о я говорю отлично и мы с моим приятелем программистом сделали такой тренажер для министерства обороны но военных все было графики какие-то прочее в общем дико скучно мне это было неинтересно абсолютно делать и на свой страх и риск а тогда не было даже вины все было поддосом 320 на 200 сейчас как-то подумаешь дико да всего 256 звездов вот и я сделал я сделал рожи генералов полковников которые значит они выглядят отвратительно совершенно вы сами представляете уровень графики которые говорили солдат идешь налево солдат идешь направо там тут ты не то сделал тут ты не то хорошо в общем сделает да и военные офигели от этого денег не заплатили получили звездочки и вот это как всегда да это была классика вот ну а чё у нас то было там всего два с половиной человека и это в результате я как бы просто диск с этими видяшками но они не видяшки тогда другой формат и вот свободный доступ диск имеется ввиду не сидюшка вот 5-дюймовый да вот такой знаете из картонки вот и он попал в руки санеку моему значит партнер смотрел угорел над этими адскими рожами и сказал давай сделаем какую-нибудь вот такую же дикость я говорю отлично давай а меня как бы еще нагорело на военных поэтому так вот откуда этот летчик взялся да 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 нет там много из личной жизни и крокодилов из личной жизни но я об этом поговорим много вот и поэтому делать было очень интересно это любимое время из всех моих проект хорошо об этом мы еще поговорим пожалуйста ну вот говорят первый электронный журнал собственно мы делали электронный журнал на дисках как раз 5-дюймовых выпускали проиграть журнал на спектру вот он был он на спектрумский а какие были это конец 93-х начало 94-го стартовали это уже поздно на спектрум но тем не менее в 97-м году его выпускали а до этого вы кем работали? до этого я никем не работал я в этом ну то есть я на рынок рынок уже начался в начало 90-х лихий для 90-х торговый на рынке радиоаппаратурой там понятно нет не так было место с вами ваш журнал был более-менее популярен он я не знаю у нас потом уже за нами последовали там эти журналы стали плодиться тысячами я читал интервью что за покупкой этих дисков приезжали люди из подмосковья какой там даже приезжали из других городов то есть и просто покупали у нас там лицензию чтобы не ломать защиту защищенные были а мы ностые люди покупали лицензию так придумали да что ребята зачем вам ломать давайте берите ему подороже раз там я не помню насколько дороже там ну 20 наверное 20 журналов где-то есть эти цены не сомневайтесь да хорошо и в итоге вы решили создать свою игру да и мы выпускали журнал об играх и обыгрались эти игры выше крыши и начали свою игру создать то есть идея была моя пришла в голову после того как я начитался крик Брославского интерактивный да я подумал что это можно все запихнуть в компьютер в какую-то компьютерную игру когда идет непрерывное текстовое повествование в зависимости от твоих действий ну такие али текстовый квест по сути ну не такой как был там у сиерровский а вот там подбираешь когда слова там пишешь что-то по-английски да и он тебе там что-то отвечает что ты сначала его словатный запас изучаешь по сути да а ну с выбором вариантов ответов да 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 мы не хотели вот эту переписку чат такой играть чат да получается но принцип такой же там вот он рассказывает я открыл я зашел ну и старались это все записать литературу языков и что у тебя получалось какие-то рынки интерактивные ты считаешь книгу ну и картинки конечно как ну и картинки конечно как ну да в общем сейчас летами там погода меняется персонажа хорошо я понял ну приблизительно кому интересно почитает интервью на этот счет то у меня вопрос в дополнение а после того как спектр он как бы умер эта платформа и вы со своей группой решили не расставаться почему вы решили продолжить нет вот как раз группы на каждый из платформ по сути у меня была каждый раз новая команда у меня спектр у меня была одна команда на PC уже другая команда но все равно вы решили продолжить создание ну да но там через какие-то небольшие перерывы поскольку не сразу можно было пересориться до перейти с аспектом на PC надо было опять с командой как-то навалить хорошо я понял спасибо следующий вопрос какие квесты вы тогда играли в 90-е вообще вы с каким познакомились последние и какие бы ключевые отличия от наших тестов вы бы выделили если можно то покороче но я себя всегда позиционировал в те годы что я не игрок я игрок делатель я как бы смотря как другие играют сам не участвовал в процессе нажимания кнопок и выхватывал какие-то элементы которые мне нравились и которые я мог бы улучшить но один из первых которые мне показали это гоблины или гоблинс 2 да там очень примитивная графика я сразу перед собой поставил цель сделать там сто раз лучше потом the date of the identical the date классика лукасанс да и не щупаться вот эта игра меня тоже поразило своей графикой и самой идеей то что там герои проникали во временные в другие времена и возвращаются оттуда тоже вот эту машину времени как бы я оттуда взял чтобы исправить историю можно было из прошлого и фулл 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 конечно да а вот это единство которое я играл да фулл трофел да замечательная игра с фуллл фулл 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 я задумал что меняется время суток постепенно темнеет и становится ночью и там даже можно было время года с ней это брокенсворд она не подкуска английская да английская если происходит в франции происходит брокенсворд знаменито это самое которое тоже много частей было и там можно действительно время суток менять много чего еще и там ярко отличная графика олябисная помните и очень мощный адресный сюжет а вы играли я до конца никогда не доходил поэтому про сюжет не помню я прошел все части а вы играли как пиратскую версию или в оригинале пиратскую версию да конечно от фармуса да вот сейчас уже не вспомню тоже были в середине 90-х возле митинского рынка радио скорее всего понятно понятно я спасибо ярослав ну пункт ротал день тентаква лари лу манки айворд не так ничего будет перечислить а что все играли в одной то тогда был целый спектр хорошего не используешь продуктов а нет же позже чуть-чуть но ярослав его захватил и поэтому дек отчасти вдохновлялся именно и к атмосферу это очень характерно если заметить 3d окружение широкие пространства и даже вот это вот по сути пародия когда нужно составлять механизмы из паракла чтобы взлетел шаг это пародия очень узнаваемая для всех кто играл миссии ясно понятно а вы как играли на домашнем или ну в основном в силу того что мы все жили практически хотя у всех были семьи жили практически в студии то ты подходишь человек играет ты держишь отвали и через десять минут тебе отвали мы играли ну конечно все пиратка была это все началось по сути после того как вы начали да в принципе до этого у меня просто как бы выходов даже не было ясно ясно теперь я начинаю понимать почему в второй половине появились такие и песта да или ну я поскольку третье все перечислили несколько фулл троттл действительно звезда в общем это такой интерактивный фильм прекрасный с интересным сюжетом интересной историей с атмосферой я прошел год и до финальной сцены с горячим самолетом самолетом в конце это было ощущение я прошел в 4-5 утра уже ночь все прошло и такое ощущение что я как фильм закончился не знаю что дальше что маленькое кусочек жизни все закончился так такое было настроение очень хорошая игра на самом деле а на спектру какие хиты на спектру это там миллион игр конечно и я могу только перечислить какие-то там основные были во что мы играли там игра элита ну которая сейчас элита вы меня разворачивали усиленные элиты да ну естественно это была топовая игра и все в нее играли загадок очень много было поэтому мы и квесты сделали во вселенной элиты туда чуть-чуть примазались но в принципе была еще куча других интересных игр я люблю например эти пошаговые стратегии там rebel star laser squad как бы пошаговые знаете даже пошаговые стратегии вот экшн-полис потратишь там на ход одного сандата по модели мы наверное все добыли тетрис кирпич в стакане сейчас я могу сказать что я в тетрис играл еще на вот этих холодильниках изм стоите три холодильника как в матрице вот эту боги и в стакан складывали я даже учился с сыном того человека который забрал тетрис то это по жертву да по жертву ну а мы во второй половине я в детском саду издал приставку хорошо скажите пожалуйста а почему-то не упомянули квест спайс квест да все выигры от сьеры играли спайс квест полис но они не так не как бы яркие просто сейчас все конечно но были какие то которые хорошо я понял достаточно спасибо смотрите стиль русских квестов в том числе ваших самых первых заметно отличался от западных поскольку на него повлияла тогдашняя постмодернистская эстетика 90-х столкновение отечественной массовой культуры и западной которую вы в итоге пародировали и вслед за вами это делали все остальные русские квесты нулевые скажите пожалуйста как вы считаете на вас это сильно повлияло вы тогда осознавали эту особенность подобного жанра ну то что мы первые создаем какое-то направление русский квест мы конечно не осознавали позднее позднее да нулевод то что да это пародина современной действительности запада на нас это конечно да мы сами прикалывались над собой над нашими героями над теми кто будет потом играть заранее уже продумали как они будут сменяться над такой шутки и более того я стороне буду дозироваться в форме но прогрессованно мне очень нравится регистрации было понятно понятно а мы взвели эротику с пингвином и тоже все закрыли с пингвином нет 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 там по сюжету герой очень любит эротику но к сожалению он и патент потому что во время учебы в анатолитической академии упустил ядовиты пингвины и поэтому когда он видит обнаженных женщин все самое интересное закрывает пингвин но вы не переживайте пингвин был наказан а кроме этого ведь ваша игра по сути вся такая пародина вы говорили что хотели сделать максимальную тупость и одновременно погоде на что конкретно тут понимаете дело в том что я все таки человек того я родился в советском союзе прожил в нем довольно таки долго и я участвовал еще подростком в бульдозерных выставках я ну как бы тогда было двадцатка московских художников были всякие тогда это правда не называлось квартирниками потому что комсомольцы разгоняли разные выступления группы и прочего и надо сказать что вот то что всегда раздражало и меня и Сашку это пафос то есть вот когда мы видели американский флаг на дне океана или еще где-то мы понимали что надо вставать и снимать шляпу и прочее и как бы знаете в свое время барон барон это самое Миронов когда играл барона Менхаузена сказал такую фразу наверное не ему сказал янковский янковский что самые мерзкие дела всегда делаются с серьезным лицом вот и вот серьезное лицо вызывало у нас ну как сказать нет нам просто хотелось колоть вот все хотя вот у нас дружественная компания была это был Олег Медокс штурмовиков 2 я там даже кстати моя морда летает в демке того времени в качестве летчика потому что я умел корчить рожи вот надо было сделать летчик такого вот они были ребята очень серьезные а мы были несерьезными вот ну а почему вы решили пододелать именно западные боевики о сатанистах рассказы потому что у нас эта фигня начиналась она начиналась появлялись всякие там да и до сих пор подходит какой знак зодиака вот и вот это это вызвало вашу реакцию желание это был очень хороший материал очень хороший материал тем более с ротикой боролись и мы старательно ее впихивали всюду куда могли вот специально в журнал у нас кстати после выставки нам сделали подарок британский это было в восемьдесят девятом году в девяносто восьмом году британский пентхаус и американский плейбой подарили нам рекламный разворот в своих журналах на который стоил диких денег мы дайте или тетками или деньгами но нам вот эта хрень не нужна вообще и наш постер там год висел так значит отсюда заводные сиськи а случайно не отсюда журнал флайбоя в игре взялся нет это они уже вот флайбой когда они увидели они прослезились причем они восприняли это вполне серьезно что мы мы как реклама относимся к этой всякой фигне и подарили нам бесцензионную вещь понятно хорошо а вы Юрий понимали ли тогда ну вы конечно меньше других отметились в этом деле но вы тогда понимали что происходит по сути столкновение двух культур и посмотернизм который выливается в ваши игры я немножко не понимаю вопросов ну смотрите вот по сути две игры вот эти вот сделаны с оглядки на западную школу но вместо того чтобы повторять во многом парадируют и особенно тогдашние вот как у Ярослава тенденции в виде мистики оккульпности боевиков у вас этого конечно в звездном отделе ну да у нас это такой science скайфрайк мы делали фантастическую игру серьезную с тематичным сюжетом там ну нормально такая классическая фантастика если можно назвать да насколько это возможно конечно так что это вопрос вам немножко по адресу просто это очень каратерно стало для всех остальных квестов таких более-менее серьезных самостоятельных буквальных девиц мы смотрели на то в то время когда вот выходили Петька там братья-пилоты это действительно какой-то целый класс какой-то своей особенной культуры они с юмором со стёбом и так далее а мы вот занимались серьезными играми да как нам казалось тогда что у нас серьезная тема все эти глупые шуточки ну и нафиг там и так далее вот мы хотели чтобы у нас была такая драма там чтобы люди рыдали не смеялись понимаете вот наоборот а вот все-таки вас эта волна отчасти заплатила и в середине двухтвичных вам пришлось сделать Алису да ну это просто так получилось что надо как-то на чем-то зарабатывать потому что одно дело делать игру своей мечты да с финансированием да проблемы всегда если ты что-то придумал гениально ты еще идеи ничего не стоит если у тебя нет возможности ее реализовать хорошо я понял поэтому как будто спасибо хорошо скажите пожалуйста скажите пожалуйста как вы думаете о чем был феномен популярности квестов и вообще и русских частности 90 и до конца нулевых и почему потом это пропало ну феноменом это назвать мы в то время даже не ощущали феномен сделали игру хорошо пошла популярно потому что использовались ну я могу сказать про первую песку потому что использовалась ну практически отсылки ко всему тому что было вокруг что я видел в синевизоре что я видел в стране что я видел в Москве что я видел когда ехал на дачу вот эти вот халмы там оттуда все взялось вот эти вот потом сами шуточки они же такие с двойным тайным смыслом то есть ребенок играет он видит одно когда мне написали об этом а когда я переиграл игру через десять лет я уже наконец-то понял что смысл совершенно по-другому воспринимались эти шутки по-взрослому так скажем ну и соответственно плюс хорошая музыка плюс классная озвучка на своем мультфильме плюс крутая графика ну не прямо так чтобы анимация была на уровне диснеевской а тогда я замахнулся на диснеевскую и хотел прямо так же сделать но опять ресурсы не позволили и даже вплоть до того что психологически я туда использовал ну то есть видите вот я с тобой представляю что все приятно приятно и я использовал еще определенные даже цвета для этих рисунков а в основном предлагал светло-зеленый желто-зеленый оттенок такой я уже говорил в интервью лямбда 555 он наиболее благоприятный и приятный для глаз и как бы помогает отдыхать еще глазам когда бывает то есть набор плюсов он дает гарантированно шлягер или как там можно сказать хит хорошо понятно понятно ярослава конечно тоже не очень глубоко крестодействов посвящены но ваше мнение понимаете это был период когда еще советский изопов язык сохранился и он сохранился как бы на излете он заканчивался если параллельно посмотреть на развитие кинематографа вы увидите что в это время сдулись все Михалков Говорухин Гайдай ну вся пачка да потому что до этого у тебя был такой над чем можно было смеяться вот после этого смейся над чем хочешь а это не интересно поэтому вся ирония ушла в ней потребность пропала с одной стороны с другой стороны когда мы делали гэд нам говорили что вы делаете какую-то фигню надо делать рилтайм рендер смотри вот тут дом вольфенштайн вот куда надо идти и ты как бы я очень любил играть и вольфенштайн и в дом прямо много времени на это тратил но заниматься этим не было никакого желания и было понятно что эта индустрия сейчас будет очень активно развиваться и она тянет на шутеры и на экшен оттянет все внимание поэтому мы закрыли студию потому что поняли что но время крестов как бы будет а? время крестов нет оно как бы знаете рассказывание истории никогда не уйдет оно выливается в разные продукты типа фмв и сейчас появились всякие визуальные романы конкретно квестов нет я не думаю вот понимаете если рассматривать квест как приключения с загадками то смотря как делать эти загадки когда я кранусь где-нибудь и вдруг вижу что мне надо решить какой-то пазл я бы честно говоря нахрен и шел бы дальше но наверное время такого прошло но загадки должны быть другие это часть большой темы мы об этом с вами лучшее интервью я хорошо понимаю что вы имеете ввиду аудитория ладно юрий а вы как считаете почему тогда популярным потом не превратились нет ну я согласен выступающим во первых они никуда не не делись технологии изменились да ну скажите мне пожалуйста первое что в голову приходит Detroit это разве игра про Detroit абсолютно тот же самый только современный сценами и прочим я бы с удовольствием подобные игры сейчас такими выигранными занимался поинтересно делать и интересные сюжеты это уже какой-то склад не было бы интересных информаций есть визуальные новеллы он надо чистить визуальные новеллы он только род прекрасный продукт совсем недавно да то есть визуальные новеллы но это кстати сродни нашей спектрульской версии первых звезды наследия где идет текст картинка и вы там что-то делаете что сделать да поэтому можно сказать такое же ответвление то что мы делали в 1995 году знаете вот я пять секунд я могу сказать что я следил на протяжении долгого времени следил вообще и за стимовской базой и за стимспаем Галенкина я могу сказать в мире это вот аналитика которой я занимался на протяжении ну где-то порядка 15 лет точно в мире есть примерно 200 тысяч людей которые покупают продукты такого типа иногда когда какой-то хайп возникает их становится миллион как кентукки роузера купила миллион или андертейл купили миллион но в целом вот за все время их не больше не меньше их в среднем 200 тысяч на отечественные продукты порядка 50 тысяч на страну нет на планету это конкретно для вот нет на самом деле это ниша я вам могу сказать как только вы туда прилепите шутер выпивающий из вас соплю у вас сразу будет пять миллионов понимаете это я сейчас посвященный причем я могу сказать что я специально отсеивал экшен адвенчер потому что экшен это подсадная вещь человеку может и не интересна история ему интересно кого-то помочить вот а там где есть история если вы посмотрите теги в появление тегов в стиме вы увидите 5-7 лет назад глубокая история атмосфера раньше таких тегов вообще не было вообще в принципе раньше было были теги замочил монашек там что человек угробил и прочее потом стали появляться то есть истории никуда не делись они будут просто они трансформировались в другие формы хорошо появился много видео просто мы закончим пока потому что это лучше дискуссии я сейчас когда говорю я имею ввиду те классические point and click местные с отрендерными 3d элементами которые были распространены 90-е и примерно 2000-е вот это конкретно многочисленные такие ответвления которые на западе как известно в основном именуются адвенчуры а у нас в основном это интересно конкретно что я обозначил давайте продолжим и вернемся к тем и расскажите пожалуйста с какими трудностями в основном финансовыми и техническими вы столкнулись сколько сейчас по вашему мнению затратилось бы на создание таких игр по времени по деньгам и какие минусы своих игр вы бы сейчас хотели бы справить итак пожалуйста трудности финансовые технические сколько вы сейчас по времени и какие трудности конечно всегда есть я уже упоминал что вы финансовые тогда в 90-х годах я был студентом как бы я не был заточен на то чтобы заработать много я был заточен что-нибудь создать прикольное чтобы людям было весело и они меня поблагодарили хотя бы ну какое-то призвание то есть больше хотелось призвание кроме того это чисто было психологически потому что я тогда когда начинал делать список я еще заикался потом избавился от заикания и как когда был то есть вообще зачем я стал художником то что с детства 6-ти лет я заикался и чтобы был на друге нелюдимым до 26-ти лет даже с девушкой познакомились нормально я просто стал рисовать прикольные картинки и через это стал общаться поэтому мне было именно целью через вот это художество свое стать популярным а я говорю да что мы работают а поначалу даже там по моему чуть ли не год мы работали на сосисках и кока-коли просто специалисты зарплату не получали то есть чисто энтузиазм сложности возникли когда уже я задел команду художников аниматор потому что все рисуют в разном стиле обучать их было некогда все шторопимся всегда сроки горят буквально уже пропущены все давно и поэтому много анимации нарисовано в разном стиле и в разных даже количествах кадров в секунду получается это было очень трудно даже как-то скомпоновать технически и оплатить художникам потому что один нарисовал 24 кадров в секунду а другой нарисовал 8 кадров в секунду то есть это по-разному тогда я придумал подсчитывать раскадровку в квантах или что-то усредненное потому что один рисует красками другой на компьютере рисует а третий рисует просто контурную заливку то есть разные способы рисования и по времени разные и по длительности разные и по исполнению разные вот это я скомпоновал в один квант и оценивал работу в квандах а потом когда вы пришли в CBJ то денег все-таки прибавилось но все-таки в области денег прибавилось да больше возникли уже с двух раз мы работали на последние полгода 8 месяцев последнего ну завершающего 98 года да а до этого я в целом могут отдел вообще начало до конца но по сути ведь разработка реальная была года три три четыре но в том себе жить 95 8 сейчас бы по вашему сколько заняло времени денег создания это ужасно сейчас ни один инвестор не решится на такое длительное столько денег стоит максимум надо делать игру за полтора года год-полтора примерно по деньгам ну как я финансово объясню предположительно мы как-то подсчитывали но это очень грубые подсчеты то есть нужно от 15 до 20 миллионов рублей чтобы создавать что-нибудь такое чтобы продукт был красивый ценным и качественным хорошо а заработка тоже будет разработка да конкретно работа нет не три надо все успевать делать за полтора года и при этом сокращать игру скорее всего делать эпизодами вышел первый эпизод на этом компания заработала стартный капитал для следующего эпизода ну понятно то есть маленькие портины эти активно хорошо ну да именно поэтому сейчас многие игры в том числе и классические и не классические эпизоды ясно спасибо ярослав вы об этом мне уже как-то рассказывали теперь пожалуйста еще раз я могу сказать я вот редкий случай в плане денег когда у меня появлялась какая-нибудь бредовая идея всегда возникал из тьмы появлялся инвестор с мешком денег и говорил хочу участвовать до сих пор вот у меня сейчас большая анимационная студия я ее придумал на двух листочках вот тут же появились сзади люди такие знаете назгулы сказали у нас есть деньги отлично я знаю как их потратить вот в этом плане все проекты которые я делал всегда как бы сначала у меня появлялся идея и образовывались люди которые готовы были финансировать даже не понимать что я там делал но черт его знает почему возможно какие-то волшебные флюиды я на счет флюидов кое-что могу разъяснить скажите ярослав вы знаете что ваше компания которая на сейшелах сидел один и говорил здесь аурик vision британская компания которая была зарегистрирована в британии это наш инвестор он очень хороший человек потратил денег немерено большое ему спасибо вот у нас кстати в двенадцатом году мне вдруг написали вышел гэк на голландском языке а я дело в том что когда мы закрывали студии я сделал локализационный диск вот со всеми материалами отдал инвестору поступку поскольку мы были все наемными людьми локализационный был сделан под все включая китайские у нас вообще как был выпущен на четырех языках английский американский немецкий и русский вот и в америке это не пошло по очень смешной причине потому что нас юбисофт потребовали чтобы мы убрали китайца из прачечной китайц не мог быть нельзя их троллить а там была только одна его фотография купленная на столах мы сказали нет вот они еще сказали у вас очень много вы теток снимаете там джампинг вы снимаете с них лифчики вы можете под ними другие лифчики сделать мы говорим больные что ли они говорят ну это некрасиво я говорю хорошо мы разденем их совсем и мы сняли с них мясо остались одни скелеты да я помню юбисофт приезжают ребят вы где покупаете вот порошок там какой вопрос такой ответ на самом деле по тем временам мы делали мы начали в девяносто пятом в девяносто четвертом мы игру делали четыре года по технику лучше рассказывать вот четыре года и все четыре года это знаете вот разбросанные грабли и ты постоянно ходишь наступаешь бэнс бэнс вот одни грабли то есть мы на второй год поняли что нужен сценарий на когда мы увидели мист а у нас много предполагалось анимации когда мы увидели мист и в нем бабочка была сделанная единственная анимация она была сделана в квик тайме и на тех видеокартах это сразу было видно квадратик зашипел а это бабочка знаете как в эльфенштейн когда играешь если у тебя хард начал сейчас там фашист вот вот поэтому ты уже знаешь хард будем бить и поэтому я сидел писал видео кодеки сам придумывал вообще не имея об этом ни малейшего представления у нас вся игра была полностью переделана через два года мы написали специальный очень сложный скрип ну как бы упрощающий скриптовый язык который позволил нам заскриптовать наш сценарий он абсолютно нелинейный у нас по движению есть два узких горлышка которые нельзя миновать вот все остальное ходи как хочешь и вот это запрограммировать ну не было инструментов никаких все все делаются напомните пожалуйста почему вы решили вставить в игру full motion видео ну во-первых была еще одна очень хорошая игра илон эндзи дак где четыре треугольника ходили и тебя пугали это было офигенно здорово и абсолютно тупо потому что когда на тебя идут треугольники какие-то ну совсем не страшно вот и нам собственно говоря хотелось во-первых отправить привет Роберте Вильямс с ее этой фантасмагорийкой вот фантасмагория full motion видео персонаж после того как вы чуть голову не отрубили нашел время чесаться вот поэтому мы разработали технологию тогда и хромакейт толком не было то есть опять пришлось самому писать программы для откеивания персонажей которых снимали вот на такую вот камеру вот понятно это кстати весьма каратяна потому что full motion видео растила в середине девяностых она тоже во многом делалась экспериментально и качество там поэтому очень гуляла например есть такая игра хорвеста там оцифрованные персонажи весьма плохо тоже на фоне 3d хотя игра хорошая и кстати это американская игра тоже делать три года с огромными трудностями а выглядело гораздо более чем ваша ну программисты наверное руки и в другом месте может быть но это отдельно хорошо а вы с какими трудностями столкнулись Ярослав финансовыми техническими я уже сказал у меня финансовых трудностей нет нет я если ко мне то до юга зал какие трудности все то же самое я думаю что мы чем похожи это тем что 90-е годы это действительно энтузиазм и это единственное что у меня все-таки работа в журнале игровом она какой-никакой опыт прохождения игр писать solution к этим игр причем не одну игру не две десятками десятками то есть у нас накопилось столько руды с которой чтобы стать писателем наверное надо все-таки дофига книг прочитать он только напишет свою одну эту книгу так же и здесь проиграв миллион игр разных жанров ты начинаешь понимать вообще всю эту систему как все это работает как это устроено на чем игрока ловят на что его подсаживают и естественно таких моментов у нас не возникало что через два года нам нужен сценарий оказывается с технической точки зрения были то есть мы очень ровно шли мы все понимали как делать как все спокойно то есть я писал сценарии программиста то есть группа говорят мы по-троем сейчас запросто могли бы эту игру сделать это программист есть художник есть сценарист все мы могли бы сделать игру в принципе хорошая идея да да и она может быть какой-нибудь там действительно я не знаю на что там три музыка понятно технических проблем не было никаких технических нет ну во-первых действительно грамотные программисты правильно скриптовали в этом тоже был собственный движок написан потому что без скриптов писатель все с нуля не будешь на самом деле это все писать вот поэтому обязательно нужна система движок в которой ты работаешь зачастую нужно там чуть попозже у нас вот этот скриптовый редактор был когда диалоги удовольствие написать заполнять в квадрате разветвления ставишь все автоматически там и ты можешь такие дела в диалоге что мама не горю то есть это очень разветвленные и так далее хорошо понятно поэтому все на системе было спасибо и так еще раз один из вопросов я повторю какие минусы своего длитичья вы не исправили а вы кстати говоря потом делали ремейк и как я понимаю исправляли да ремейк мы сделали через десять лет да то есть десять лет очень много что изменилось и да мы их сделали значит получается спектрами а теперь это была PC ну другая платформа произвели переосмысление во-первых ну во-вторых под новые технологии графика стала на тот момент как бы современный да 3D полная твитер нет 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 там нет там 2D фоны были но живые да воздух по плакату но они такой фотореализм не отрендерены но фотореализм как бы и 3D персонажи были то есть непосредственно а фоновая картинка не стали заморачиваться с значит real-time рендером ну это тяжело было тогда да понятно пешков анреалов там всяких разных регионов ну а что достаточно я понял что вы переделали по одному времени а какие конкретно минусы вы использовали ну ну мы хотели сделать сюжет расширить ну потому что по меркам для спектру это может быть и нормальная игра а для PC она короткая получалась да все туда запихнуть коротко поэтому мы ее расширяли мы еще несколько там сюжетных линий добавили у которых не было спектру русской версии ну и там по текстам там кое-что перерисли ну в общем вам улучшать особенно пришлось только в техническом графику графику всю перерисовали музыку переписали заново то есть так далее а вы Ярослав какие считаетесь минусы вашего детища что вы не знали ну честно говоря насчет минусов я не буду ничего говорить потому что это очень такая нет это вкусовщина кому-то нравится брюнетка кому-то блондинки вот я могу сказать открытием нашим было то что мы мальчики делали игру для мальчиков основная аудитория была девочки вот это для меня было шоком когда периодически появляется какая-нибудь тетенька которая говорит у меня таких уже насчитано порядка пяти которые вы знаете я поиграл в вашу игру и теперь у меня крупная компания войти области я так думаю а вы скажите вы простите вы не лезвиянка а ведь нет тогда не знаю вот как мы могли вообще на вас повлиять потому что там были голые тетеньки с пендвининой вот и мужской юмор на самом деле игра была переведена специалистами на три языка и что интересно у нас одна игра была на американском другая была на английском и это были две совершенно разные игры то есть вся фразеология я когда переводчика с bbc британца спрашиваю у нас была фраза у тебя крыша поехала почему ты говоришь написал что ты одеваешь трусы поверх штанов он говорит а почему крыша поехала я говорю ну логично да и потом только я понял спустя энное количество лет это они выстёбывали суперменов и прочих понимаете уже тогда в 98 а мне это вообще было невдомёк и это как бы очень такая очень тонкая вещь и потом я могу сказать мы сразу когда закрывали студию мы сразу договорились что мы не будем не выпускать ремейки ничего не будем делать потому что это будет заведомый провал в силу того что наша игра делалась на определенном культурном фоне вот у вас хорошо у вас сай-фай сай-фай он и в африке сай-фай а мы использовали определенный культурный фон который через десять-пять лет уже будет просто нерабочим хорошо хорошо я ярослав знатель от себя добавлю что один минус я бы ваше имя точно убрал перед мини-играми нужно было объяснить как их проходить хотя бы приблизительно это принципиальный вопрос я вам могу сказать мы когда сделали игру с мухами бог с ним с мухами с крысами вы мне объясните почему у меня было сразу наставить эту рогатку на них а сначала нужно было натягивать тогда вам будет слишком просто я вам могу сказать мы когда сделали игру с мухами у тебя яичница садятся мухи и ты вилкой бьешь мух должен набрать 10 мух для того чтобы потом скормить этой анаконде вот и потом мы эту игру решили просто выпустить отдельно маленькой мини-игрой на какой-то диск с мини-играми такие знаете сборники в свое время делали и посадили офисы на недели две потому что это было дико тупо то есть ты должен бить просто вилкой мух ничего серьезного ничего умного нет это привлекало людей в белых воротничках в галстуках сидели в офисе фигачили и потом мне подарили как бы где-то на форумах на 50 страниц а у нас была ошибка наш язык не позволял хорошо работать и поэтому у нас иногда графика анимация подтормаживала и мне подарили распечатанный учебник поведение наших мух составленные играющими людьми которые сказали вот в этих случаях муха отодвинется назад и потом политики господи а мы ведь пытались это исправить и мы не стали исправлять потому что это было очень сложно движок переписывать и сделали таким образом людям подарок очень интересно но вы бы хоть в счетчик поставили убей 10 мух убей 10 крыс а то я стрелял по этим крысом вы думали когда это уже кончится вы извините попили кровушки нет это была наша главная задача попить кровушки у игроков хорошо олег какие минусы отметили они бы исправили бы ну это говорят про те года ну во первых графику я бы стилизовал в одном стиле потому что все таки разные аниматоры не попадали сами это заметно особенно на втором даже потом когда даже делали ремейк игры ремастер да я и тем программистам своим говорил и если он говорил ну сделать так чтобы там раскадровка который писька шагает получается его надо поставить кадр так он как-то летает проскальзывает а в той игре он проскальзывает никак не могут этого программисты добиться хотя на самом деле это несложно но лучше по графику сделал бы больше видео заставок добавил бы немножко экшена больше интерактивности упростил бы на современного уже интерфейс гораздо проще для двух кнопок и всякие пиксел ханцы ну там его вообще-то было не очень много я помню это все равно хотя эта пича запоминается эталон под плакатом хорошо понятно но в целом я примерно так и ожидал они ведь потом еще в третьей части ухитрились убить випсинг персонажа там персонажи говорили под озвучку слогов в тексте что делалось автоматически они вхитрились этого просто не сделали ну что поделать демастеры это отдельная тема хорошо скажите пожалуйста скажите пожалуйста были ли у вас планы на продолжение игр и на какие-нибудь другие отмененные проекты потому что в интервью журналом тех лет там кое-что попадается и хотелось бы узнать о причинах отмены если что-нибудь из материала этих времен ярослав про гэг пожалуйста не надо я это все понял хорошо а вот вы олег расскажите что-нибудь на этот счет ну мы в компании создавали игры разного жанра почему-то раз кустов отказались ну не почему-то как бы так решила мы решили быть более разносторонними в конце февралов этот жанра динозапад не умерла у нас намечался упадок особенно после дефолта а на его что после дефолта ну хорошо поэтому чем вы занимались разными играми в том числе я даже работал в корпорации монстров которая делала бандитов которые грабят деньги на казино тогда потом казино тоже закрылись после 2005 года и тем не менее вот это проект не дает мне покоя я его продолжаю поскольку права принадлежат все-таки издателю и как бы напрямую игры я не могу делать я решил поступить хитрее я проект переназвал не как франшиза да там писька конечно проще называть писька 8 писька 9 а я по-другому это называю перевел этот книжный формат где 3 в 1 сочетается книга квест комикс то есть это книга квест с разными концовками и комикс уже почти дорисовал комикс по как приложение к первой книге и в общем собираюсь его скоро это издавать первую книгу я уже почти дописал а так в проекте там 21-22 книги 8 концовок вот но тем не менее игры тоже собираюсь продолжать Трофис Каса Ивановича написал еще в шестнадцатом году два сценария для продолжения это получается 10-11 часть приходил в букву и потом тоже приходил в группу они как бы посмотрели вроде интересно но почему-то они боятся что будет не рентабельно поэтому не берутся продолжения но тем не менее права у них сейчас можно накупить в принципе я планирую создавать немножко в другом стиле игру прошло уже сейчас больше экшен меньше пикселхансинг и в принципе наверно все таки каких-то министров найду шанс на возрождение это есть шанс на возрождение есть а сейчас пока покупать комиксы читать книгу обязательно обязательно мы с вами об этом еще поговорим я думаю позднее после дискуссии а пока еще один маленький вопрос Вячеслав письменный когда давал мне интервью упоминал проект который он делал в конце 90-х в суде же и называл его убийцей да вам это еще что будет известно конечно мы не сделали и что это будет проект очень интересный по-моему это был 2000 год мы его уже как бы сделали 99 еще первые первые пошли новости новости да релиз закончили закончили да по-моему только выходил первые gta мы стояли в лондоне на выставке первые gta в 98 году еще только только была бета да в россию они позже приходили ну например да как раз в это время за этот год появился gta и мы смотря на gta того времени того уровня первое качество который пришел из америки да да мы видим что у нас даже и по объеме и по качеству и по количеству выбора оружия и выбора машины просто грандиозно проигрывает и сверху у нас менялась камера первый был вид сверху и на асфальте она была довольно таки потом она стала трехмерной первая гта я просто это не первая это уже вторая третья первая вторая у нас уже был вид а кстати у нас сейчас подавок у нас присутся программист который участвовал в разработке этой игры можно собственно это было как раз это дмитрий фокс лисиса выходи сюда поймем всем привет это было как раз гта уже как бы 3d это был очень продвинутый 3d движок там можно было входить в дома ездить на лифтах подниматься на этажи и так далее это все инстансировалось можно было в подземной гараже заезжать на машине если уронить предмет в воду он падал там в воде плавал у машины у машины когда она была включена нагревался двигатель и в тепловизоре это было видно было неимоверное количество технологий на самом деле наверное на этом мы и надорвались потому что в тот момент когда мы стали думать что когда светишь фонариком на номер он же должен отражать свет там специальная краска вот в этот момент нужно было становиться как классно было заговорившим глоб делали у всяких мамочек но это был полноценный 3d движок можно было снайпер посмотреть через весь 5-ти километровый город это такое чуть-чуть не хватило это умение на то чтобы доделать до конца до конца именно выпуски нам это очень обидно мы бы опередили реально на дата там столько было очень интересная история потому что а насколько даже даже я помню я тогда придумал город и прощество план с развязки с этими домами архитектуру каждого дома придумал 4 на 4 километра представляете реально все детально все это разработало понятно скажите а что-нибудь сохранилось от этого проекта коды лоскодвух и что-нибудь исходники все сохранились где-то в интернете даже видео про это дело там лежит на все это можно смотреть и при желании можно это даже доделать? потенциально да очень любопытно в принципе я даже видел по моему прохождение игры то есть там какую-то кусочку можно поиграть даже там достаточно много можно было проиграть там и сам город и финальный остров работал там очень много еще работают очень хорошо очень интересно спасибо Дмитрий да хорошо скажите на песне вы работаете да на песне нет я позже подошел в этом буду работать хорошо да но я еще хотела сказать что Дмитрий дел несовременно абсолютно да я не не 60-х годах нет я прям несколько лет назад делал VR квесты lost century у нас квест но сильно заметно что шутер людям нравится больше то есть фактически VR квесты используют для того чтобы окучивать ту аудиторию которая не про стрельбу не про убийство и так далее если мама приходит с ребенком то ее направляют на крест а вот ведь нужно нажать кнопку VR рукой а вот мы плывем на лодке а там рыбки внизу такие красивые ух ты вот это вот все это вполне себе на людей производит эффект некоторый уровень загадок на уровне здесь взять буквально красную карточку по классике и после этого нажать вон ту красную кнопку ну конечно достаточно но это еще зависит от того где вы размещаете потому что если вы размещаете в торговом центре то дальше фрут ниндзя вам не ходить хорошо на этот счет я надеюсь мы еще поговорим у нас к сожалению постепенно уже мы выползаем из графика на это далеко не уходите я думаю мы еще на этот счет поговорим с вами а сейчас пожалуйста продолжим так так и уже конкретно уже конкретно пожалуй мы плавно перейдем к современной теме скажите вы продолжаете сейчас работать на литровых сферах и в сферах низких литровых вот Олег уже изложил вкратце свои ближайшие планы насчет возрождения своей серии а что вы планируете на этот счет есть идеи насчет какой-нибудь инди проекта или серьезные более крутые игры пожалуйста вопрос ну во-первых я тоже после поработав в кино мне последним проектом над которым я трудился был хардкор гедри игра снятая от первого лица ой фильм снятый от первого лица вот я после этого ушел как раз в виртуальную реальность и именно в нарративную нашелся когда появилась у меня мысль заняться VR адвенчурами тут же появился питерский очень богатый человек который сказал хочу вот и мы сделали очень небольшой команды мы сделали VR очень крупный проект там в общей сложности порядка двух часов нарратива интерактивного он мультиплеер в нем десяток игр tower defense потом шутеры на красных баронах на самолетах до 16 человек сделали с мокапом 1 вот человек когда увидел все вот это и потратил на это дохрена денег сказал о чем мне с этим делать я не знаю меня этот вопрос не педалировал это вы сейчас говорите про современность да он под это даже купил в питере завод арсенал отремонтировал но как бы это уже ему продукт мы ему отдали и и после этого я еще несколько квестов сделал один стоит в марсе уже пять лет что для меня удивительно обычно в таких галереях больше года стандартно полгода держится продукт наш восх стоит пять лет на него постоянно у меня есть мониторинг по билетам на него постоянно идет толпа вот недавно в ноябре я выпустил социальный такой социальный хоррор квест путь в никуда это такой ну как бы про современные взаимоотношения человека и социума вот поэтому в целом для меня делать VR стало интереснее чем экранку потому что там есть инструменты которые монитор не дает и это очень мощные инструменты я планирую еще несколько продуктов сделать а так параллельно учитывая что есть Unreal Engine я придумал студию анимационную которая фигачит в безумных количествах трехмерную анимацию на Unreal мы первые в мире кто выпустили полнометражный фильм он недавно прошел на кинотеатре ну детский это для сиреневчиков чин хвостатый детектив он перед чебурашкой прошел вот ну и сделали на Unreal 878 серий сериала так что инспекционно полностью все на Unreal хорошо я понял вы пока не испытываете недостатка ни людей ни бюджета это очень хорошо кстати я отмечу никогда не кстати я отмечу мантипак который я нашел в игровых журналах того времени все вот эти идеи связи с мультиплеером и так далее всем этим занималась компания Maddox который ходил по тем же аудикам его контрольный пакет тогда во второй половине 90-х это как-то не взлетело хотя была же Mad Space да? Mad Space не взлетел по простой причине он повторял Quake в более простом варианте у него была этот как называется воксельная графика они сделали несколько продуктов но но нет дело в том что идея должна быть если кто-то сделал Doom и ты сделал Doom такой же то нахрена твой Doom если есть первый вот у него идея штурмовика с которой носился и носится до сих пор я например в штурмовике ни разу взлететь не смог потому что 200 кнопок надо нажать вот он чокнутый на этих вещах у него тестируют профессиональные летчики военные летчики тестировали вот они в это играют ну давай хорошо понятно симулятор ясно хорошо ну а вы опять я уже заслушался есть у вас идея на счет какого-нибудь своего проекта идеи есть вот как раз у меня ситуация немножко другая никаких инвесторов на эти идеи нету они все ко мне да 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 все там поэтому реально идеи то в ящике стола лежит просто многое да но финансирования нету как такового приходится просто зарабатывать деньги ну чисто для заказных проектах а если вы делите из ваших идей ту которую вы бы хотели реализовать первую часть то какая я не знаю можно было все что угодно можно даже эту вселенную этого опять на новую технологию может быть даже сделать потому что все можно вы же тем более пытались несколько других игр по типу звездного наследия делать да ну мы сделали космический шутер то такое они танки в космосе то же самое только те же самые танки только космические корабли там было много интересных идей там скажите вкратце пожалуйста на сей раз максимально коротко насколько тогда сейчас выгодно было вкладываться создание видеоигры и как вы считаете какие у нас основные проблемы вы построили пожалуйста давайте начнем лучше с вас Юрий ну как буквально в этом году где-то была такая знаковая статья не помню где я читал в каком ресурсе где-то в интернете что российский гендер умер практически можно сказать что он релансировался ну да он релансировался говорить о том что здесь будут создаваться сейчас ну разве что что там какая-то компания русский гендер там что-то русский гендер это глобальная государственная компания про создание игр там в том числе кстати вот но я не могу я не могу сказать что у нас сейчас все хорошо все не очень хорошо прямо таки скажу вот другое дело энтузиазм не всегда есть у кого-то и все равно это будет как так или иначе существовать ниша какой-то все все технологии все там сейчас даже лицензию на юнити теоретически официально купить нельзя если только через определенные заморочки с картами зарубежных банков с телефонами зарубежных там как будто ты житель Казахстана я понял наверное вопрос несколько запоздал сейчас действительно да на конкретный момент заниматься созданием форум 98 сразу после а тогда вкладываться в создание тех же 90-х вообще имело смысл я могу сказать одно что в 90-х все только росло там был рост реально все 90-е это был рост и поэтому мы вряд ли этим занимались если бы не знали что на этом можно да мы знали что на этом можно заработать то есть на коммерческий мы выпускали коммерческий журнал мы делали коммерческую игру которая продавалась на которой мы заработали много-мало вопрос такой мы с вами на осенье работали да но тем не менее это привезло какие-то еще и деньги через полтора года когда она вышла кстати у него нет действительно полтора года не больше хорошо понятно пожалуйста Ярослав вы выбрали вкладываться тогда вы выбрали сейчас и какие проблемы здесь ну тогда я могу сказать у меня когда мы заканчивали ГЭК и делали наброски следующей игры ну просто чтобы время занять мы не собирались ее особо делать мы просто развлекались у меня был большущий кабинет который был одновременно складом там лежало полтора миллиона контрафактных дисков ГЭТа вот наш инвестор купил компании русские щит как сейчас помню и она шастала перед метро по рынкам и собирала все это делится вот ну тут вопрос очень сложный потому что на моих глазах приносила ко мне вот у меня коробка я смотрю вот эти вот вообще даже оформлять не стали просто а вот эти даже чуть по оформляли у меня было немерено сейчас я могу сказать понимаете знаете как говорят в китайском языке слово кредит состоит из двух иероглифов один из них это это возможность я могу сказать что если говорить о продаже через магазины то есть классика на самом деле это все очень сложно но я вот например сделал лет назад вярный проект последний закрыл эту тему думаю я не буду больше этим заниматься проходит время начинается вся вот эта вот билиберда и я вижу что количество людей которые идут на трубные в галерею марс на наш проект у меня идет фидбэк по билетам растет потому что в кинотеатрах никого нету нечего показывать я тут же сел и запилил еще одну подоколус тоже у них поставили все у меня все эти проекты окупились раза в два то есть перестраивать взаимоотношения ну а конечно моего там наверное они сделают какие-нибудь магазины ru ru ну тогда конце 90-х как раз надо было вкладывать если бы я хоть чем-то владел то есть на взлете на как раз поймать хайп волну попасть в рейки я бы сразу поступил создал еще три-четыре компании которые создавали за одной а сейчас мы все такие приходят что в целом невыгодно найти там 5-7 миллионов рублей создать игру плохенькую и потом ты не сможешь никому продать а выгоднее найти миллионов 50-80 то есть в десятки разы больше понимаете создать что-то крутое и половина этой суммы потратить на маркетинговую рекламу локализацию во всех странах на кросс-проформе там облачное хранилище и так далее все-все-все включить современные технологии это можно найти когда-то сложнее на такую сумму а неизвестно просто мне неизвестно человек богат для него это не такая большая сумма хорошо может быть скажите пожалуйста вы не могли основывать вам есть что сказать по теме по бизнесу но хорошо хорошо смежный вопрос а как вы думаете учитывая нынешние обстоятельства через какие платформы можно упустроить квесты и вообще вкп это games или может еще что-то пожалуйста начнем пожалуйста ярослав честно говоря посмотрев на площадке а еще есть такой ири тут развитие интернета тоже странное очень заведение которое вдруг кому-то дает там 200 миллионов кому-то не дает проснул сейчас проснул сейчас ну дай бог дай бог проекта хороший наверное получится на площадке что вы думаете я думаю что пока этим не займутся не государственные люди а коммерсанты которые будут с этого стричь деньги может быть даже большой процент но будут вкладываться в развитие площадок тогда это заработает у нас таким образом накрылся рутуб который мог бы работать в начале очень активно работал а потом почему да потому что деньги на рекламу ну проще использовать для других целей да лично или каких ты и в результате у тебя хороший ресурс и сдох практически может быть он конечно вылетит из могилки хорошо понятно так считаете пока будет вкладывать за свою платформа есть шанс подняться закатывать знаете я вам могу сказать последние годы я играю в игры практически я вот тут посчитал где-то полгода назад я играю в игры сделанные индюками я не играю в игры сделанные юбисофтом там электроника и прочее всякое они конечно все очень крутые и прочее но они под копирку потом вылезает какой-нибудь псих или группа психов которые делают что-то интересное вот здесь то же самое как известно когда асфальтом засыпали все травка начинает по краям расти вот там живее всего я не думаю что эти ребята чего-то добьются потому что они слишком централизован нет не маргинальность а свобода свобода я я вам приведу простой пример мне лет в 2005 году приходят такие люди выделали нам надо сделать игру для школьников там этого про то как на руси строилась юридическая система я я говорю мне пофиг давайте деньги и мы делают набросок отдаем а там чиновник как погодите этот текст не соответствует вот этой части уголовного кодекса его персонаж произносит без вот этих ваших бредовых формулировок ведь нельзя то есть понимаете дело в том что эти ребята смотрите доклад наверх комедий клан там все сказано через какие платформы в россии вот сейчас она перекрыли кислород и можно конечно что-то выпускать вам всех которых я знаю все уехали и выпускают по-прежнему как и выпускать что-то такое здесь нечто специальное которое будет создавать там свой собственный стол какой-то там сделали бы кассу понимаете что разработчики изначально все это время берем до они зарабатывали доля россии заработка была не самая большая если самая маленькая в зависимости вот там конечно но тем не менее это поэтому нет смысла сделать игру только для россии нет смысла вот это и так можно сказать только для россии хорошо понятно не заработаешь ну я согласен что делать игру только для россии нет смысла поэтому то что я планирую по поводу пески все-таки он не выходит за рамки гражданской войны он в таком же костюмчики и международный герой становится только ориентируйся надо продолжать по поводу платформу но у меня в курсе я сам не брал это когда вы покупали дмитрий нет ну утверждаю что только на россии работать бесполезно почему это было бесполезно еще лет десять назад к сожалению да но мировой рынок цифровая дистрибуция вполне себе работает да это хорошо ясно ясно так скажите пожалуйста многие серии крестов довольно плохо пережили переход от воды 3d процесс конечно в основном и многие игроки из этой ниши которые любили русские креста и не очень-то любили трехмерные поэтому многие из них туда вернулись а кто-то вообще погиб но я имею ввиду период до конца на него и когда креста еще пользуются популярностью были более-менее спектакль как вы считаете 3d для конкретных местах от хорошо вас в этой части я согласен сюда 3d это прекрасная возможность и использовать современные технологии для передачи атмосферы какой-то красок и ярких визуализации мира каким-то ну понимаете да по любому это 3d даже реал-тайм рендер пусть будет это будет тем не менее квест ничего плохого я не вижу это дополнительные возможности расширить ну знаете есть же и мультфильмы да остаются также квесты могут быть вот такие рисованные мультики никто ничего не закричает на нас и мультики выходят и фильмы главное чтобы 3d было дороже и отличало свои задачи да да то есть 3d должно решать какие-то задачи потому что одно дело приятный мультик двойных мерный там какая-то смешная мультяшный ну кодекс и да по сути а я другое дело когда допускаешься 3d нужно для создания атмосферы потому что возможности спокойно ну и открытого мира наверно в таком смысле насколько это опять же возможно хорошо понятно если вы посмотрите назад вы увидите там часть братьев пилотов первые три части как известно выходили в знаменитой советской митикасонной школе от студии пилот татарского а вот более позднее они были в 3d 3d там было добавлено больше исключительно для моды и довольно среднего сейчас недавно появилось интервью создать для этого пилота и видно что зарисовки для этого 3d выполнены естественно карандашом выглядели гораздо симпатичнее чем получившаяся предприятная анимация разные носители знаете татарский сделал чердачок фрутис была такая телевизионная передача где он братьев пилотов перетащил в трех мер прекрасно нарисованные персонажи выглядели извините за выражение гандоны понимаете но просто презервативы натянутые на волос потому что этот другой совершенно носитель и есть как как вот в кино есть режиссерская режиссерская идея и художественное воплощение вот они должны вместе жить сайберия трехмерная по моему очень хороший продукт в то же время брокенсворд рисованный точно такой же хороший продукт а фул тропал вообще там пикселяж сплошной тоже очень хороший продукт все зависит от речи к ручим откуда они растут эти брокенсворд тоже перешел в полные 3d ну да ладно а насчет этих брокенсворд перешел помыть нет но это дальний желание насчет насчет пилотов мы не будем так останавливаться кроме одной ремарки татарский все равно отделял это теми большое внимание специально по технологии 3d с моушн кэпчелем купил у отдельной французской студии говори на сроне купили там на шате работали ребят когда мы закрыли в саней студию наш кредит и решили работать ему пока поэтому я все это хорошо видел но они зарабатывали деньги на телевизионном продукте но он был не художественный это была такая вот телевизионная мыло а братья пилоты но вот рядом я смотрел и академию собственных ошибок смотрел так что до своего класса продукция на самом деле не самую ну конечно мы когда закончили вторую письку сказал озвучил так мысль что третью петку мы будем 3d делать ну чисто логически подумать во первых создать анимацию быстрее во вторых больше возможности для различных вещей которые можно куртить вращать в третьих камеру можно тоже вращать ну соответственно можно было но на тот момент конец 90 еще само качество 3d и анимация страдала во первых там суставы логнулись неправильно анимация мимики была лучше сложна вот сейчас на современном уровне это уже было достаточно качественно и быстрее тем более ну анимационных фильмов наверно 90 процентов всех выходит в 3d и их же можно передать стилизовать подрисованную графику 2012 году закрыл производство рисованные анимации через пайпер у них все идет трех мер обработка это официальная да можно обрабатывать я понял что они готовы не хотела 3d разработчики не использовали не было если не хотим к тому что сделали когда меня проект не взяли следующих петель они сделали по-моему час 6 3d я очень востоку все извратили все мои идеи по поводу мимики подвижности классических плане 3d очень хорошая показатель этой эволюции груди варкрофт треугольников она превращается в женщину вот и ваша объема скажите пожалуйста опять покороче представьте что кто-то скажет вам я хочу создать квест что мне обязательно нужно и с такими первыми проблемами я столкнусь пожалуйста ну первая проблема с командой во первых ее нужно отбирать вот я тогда вот так про ошибки не сказал тогда вот там даже не то что ошибка просто выкручивость ситуации как могли надо очень четко понимать чтобы команда сидела и работала как один коллектив потому что если брать на аутсорсию всегда страдает социальное качество время потому что люди то отваливаются забывают еще чем-то еще еще на пустому какими трудностями столкнуться человек это хочет сделать ну все перечислено что мы продолжали до этого как продавать своих платформах или с навестора все нормально вместо доходил нормально не дома хорошо я считаю что самое главное это идея если есть идея я найду кому продать если есть идея найду кого увлечь из кого вытянуть деньги хорошо спасибо и где одна из самых важных составляющих но я бы все таки добавил если вот у Ярослава так легко получается находить инвесторов это наверное единственное что у меня не получается так же хорошо и оно тоже влияет на самом деле если вы задумали построить дом какие трудности ну во-первых вам нужен проект да то есть вы должны представлять что вы хотите строить вам нужна бригада которая этот дом вам построит еще контроль за день конечно ну и естественно финансирование на какие деньги вы будете этот дом строить хорошо хорошо скажите пожалуйста знакомы ли вы с деятельностью игровых обзорщиков и как вы к ней относитесь сожменных на листике как таковой ну в ю тубе это посмотрела особо я просто сейчас не заберу вообще ушел занимаюсь командой терапией медицины а так в ю тубе посмотрю интересно участвует нет противника меня это при взятости выскажения да и держит дороге журналы 90 и приняли вас очень хорошо но не исключено что вы я периодически смотрю несколько каналов очень избирательно потому что времени мало львиная доля рассказы ни о чем но иногда попадаются как бы интересные вещи тут все дело заключается в том с какой целью делается канал если канал делается с целью заработать любым путем ты через некоторое время это начинаешь видеть в этой игре не делали вот так а в этой игре не ты рассказывал но есть я не могу сказать что вот есть прям канал куда я хожу я попадаю иногда на русском иногда на английском вот например кодзимовская 5 какой-то там американец часовой видео которое рассказывает как кодзима закладывал туда какие-то тайные мысли и идеи я поиграл в эту пить и она мне понравилось но когда я посмотрел его видео я положу я полный дурак подошли ничего этого не увидел я пошел снова играть игру чёрт надо сначала посмотрите время вот такие и на русском и на английском много других языках там на французском и испанском не могу в общем есть обзорщики которые стоит смотреть хорошо а вы юрий ну я не смотрю обзоры не читаю ничего обзоры нет если что-то там попадется там можно случайно специально это вопрос от аудитории было ну и я если честно тоже надо пишу облога но исключительно на крест и как старый так и нет хорошо ну и у нас осталось два вопроса опять-таки пожалуйста холодко еще хотелось бы аудиторию что-нибудь услышать скажите какими вы видите какие вы видите будущее компьютерных игр и в целом медиа как вы думаете что будет дальше особенно сейчас после этого кризиса ну по-моему уже ответили на подобный вопрос уже были но больше склонность в видео больше склонность в интерактивность больше склонность именно про наши какие-то игры по-доссийски ну нет пожалуй про все в том числе и зарубежных в общем продолжение уже намечены тенденцией у нас же не должны намечены тенденции уже есть франшизы они каждый развиваются по-своему не думайте что стоит что-нибудь новое там добавить интересное неожиданное как добавляется какие-то технический такой сплав будет у человека с компьютером с игровой машиной я бы так назвал то есть когда у нас не только там какой-то шлем только да у вас какие-то еще интересные ощущения и все что угодно не дай бог возможно дойдут до этого дойдут не только перчатки а еще до сучек на меня знаете на тратоносце тоже так говорили да потому что прошило током дмитрий а вы не добавите что-нибудь на этот счет может у вас есть свои мысли ну с точки зрения как таковых казуализация в больших количествах да то есть больше делается расчет на новых игроков которые ничего не умеют особо не хотят приходится развлекаться и так далее как следствие и кинематографичность в общем и хорошим игрокам опытным тоже не мешает но в первую очередь упрощение упрощение понятность чтобы не дай бог случайно игрока не убили и вот это вот все через какое-то время народ наестся такой простоты и собственно вот формате инди игр появляется огромное количество игр которые невозможно пройти потому что они очень сложные но на это только инди способны до больших игр это доходит очень осторожно потому что всем жалко денег экспериментировать с новыми идеями всегда дорого и сложно если есть время у разработчиков может какую-то идею проработать проверить и через год полной проверки на людях таки выпустить но это все таки сложно поэтому интересно играть в индюку там всегда свежая кровь хорошо понятно ну и последний вопрос как вы считаете возгодятся ли прессы в своем классическом в том числе и в России Олег? в классическом я думаю может только для тех параментов которые тогда играли и просто как ну именно нишевый такой продукт ниша это кстати сейчас существует и для нее игр делается тут соответственно пророждения ничего нет речь о том чтобы они стали более популярными и более финансово выделены ну вот по поводу создания ниши вот так бы я такую графику оставил присоманную люди по крайней мере поклонники мне пишут три группы а на самом деле я бы создал игры если бы говорили про пусты совершенно другие вот о чем я тоже лучше говорил это плюс видео плюс активность ну экшен плюс интерактивность и так далее то есть больше движухи и меньше кнопок всего лишь на два база рассчитанных понятно хорошо ярослав как считаете? я считаю что если говорить про point and click ну это для как бы ну реально это ниша то есть это люди определенного склада возраста и прочих всяких вещей на самом деле понимаете почему мы не пишем на папирусе этой палочкой почему мы пользуемся компьютерами там планшетами технологически все двигается я когда играл в Detroit меня задалбливали вот эти вот всякие меню идиотские которые меня отвлекали и я понимаю что это рудимент а в свое время когда появился кинематограф они не умели делать многие вещи поэтому писали титры да были титры между вот первые фильмы да они обязательно были с титровальными блоками и тут они переехали куда-то потом кино это выкинуло и сделало своим языком визуальное игры то же самое сейчас вот очень медленно двигается виртуальная реальность слава богу метавселенные загибаются потому что никому не нужны но виртуальная реальность для игрового процесса это именно для квестового для нарративного процесса это золотая жива я могу сказать простой эксперимент я одеваю шлем на человека и сзади ему даю звук через долби этот сюрау даю звук и смотрю как он дергается понимаете то есть другой уровень погружения история и игра до изобретения компьютеров было на чем-то еще а до этого вообще те бегали в чапаевы играли палками друг друга метели да вот игра не никак не исчезнет не появится сменится технологическая база и все понимаете мало того я могу сказать вот я слежу за историей игр и синхронно за историей кинематографа двухтысячные годы с первого там с нулевого по 15 это оргазм от трехмерных всяких релтайм хреновин пуля отбила ли рикошет или не отбила рикошет всех интересовала красотища после того как все наелись этой красотищи все захотели чтобы им рассказывали истории ну а тут же квантик дрим да там фаренгейт куча уже проектов уже не молодых я не говорю про загнувшихся telltale game которые там настрекуляли безумное количество и огромное количество людей играла walking dead не благодаря сериалу стал популярен а благодаря telltale вот с кем этим драматическим выбором да у нас асситория уже немножко засыпает ну спокойно ночью вам есть что добавить к этому мнению ну если кратко совсем до минуты буквально никто никуда как говорится не денется все останется и я вполне запускаю что рисованные гладкие кресты будут тоже какой-то нишней как как тетрис никуда не делся самая примитивная первая игра компьютерная так же никуда не денутся эти квесты всегда будет с помощью этих квестов как-то рассказывается какая-то история ну собственно все хорошо понятно ну что ж пожалуй с вопросами мы закончили как собственно я их полагал мы порядком выбились из графика поэтому на полнокровной дискуссии с залом уже времени скорее всего не останется но мне кажется что общение было очень плодотворно давайте сейчас может быть есть вопросы от аудитории может быть кому-то что-то интересное есть желающие задать вопросы да можете ли вы посоветовать начинающим дизайнерам и сценаристам которые в будущем хотят работать в игровой студии ну посоветовать что-то можете что-что сценаристам или дизайнерам или сценаристам которые в будущем хотят работать в игровой студии дизайнер, например, художник или гем-дизайнер который придуман как художник он художник у нас тут есть расскажешь нам но я meiner сцена по сценариям я могу сказать я ни гем-дизайнера и lendарьmud я смотрю ну а что подсказать как начать ну может да какие то советы которые могут помочь в работе там вдохновение, создание идей. Как создать идею, как работать? Очень много способов. Я даже сейчас хочу создать видеокурс на эту тему, как создавать идеи и запустить ее в космос. Так она и называется, этот видеокурс. Вот прям вот такой конкретный совет. Надо по конкретному туда обратиться. Где же персонажа, или что, и как его нарисовать, как воплотить. И как найти к тому, кому он нужен. И просто рисовать. Это же очень много. Нет вопросов. Хорошо. Прежде чем получить ответ, нужно правильно составить вопрос. Поэтому давайте еще кто-нибудь в аудитории хочет задать вопрос. Можете мне написать где-нибудь вконтакте, я вам подробно расскажу. С какой суммы надо начинать проект, если бы мы взяли сейчас, какую сумму бы начали развиваться весь? Ну, хорошо бы 5 миллионов долларов. Нет, ну, знаете, смотря какой проект, и на чем она будет. Да, если это Тетрис, это одна сумма. Если это Детройт, два условно, то это вот, и даже вот этих 5 миллионов не хватит. Нет никак. Вот, поэтому... От объема зависит, да. Значит, по поводу игр. Ну, я так примерно схематично, но 70% в игре это контент, который создается. На чем можно сэкономить? На асадах, которые покупаются готовые там, да, в сторах. И уже игра не рисуется, ничего не делается, собирается все из готового, нарисованного. И тогда это один вид же. Потому что, ну, там, 30% программирования, я говорю, цифра условная, ну, примерная, да, 30% это программирование, 70% это графика, сценарий, музыка, там, если все что хотите. Там, да. Так вот, за счет чего можно сохранить? Ну, программистов очень трудно сохранить, да, эта игра не получится. А вот художников там можно сыграть. И это часть, которая 70% позволяет вам совершенно спокойно, если это какая-то заказная игрушка и не требует там какого-то супер-пупер оригинала, ну, оригинального контента, то вы можете купить готовый контент и используя его, не платить художникам уже, а платить только за этот контент. Это гораздо дешевле получается. Этот бюджет может быть уменьшен. Хорошо, понятно. Вопрос. Судя по пяти там людей профессионально, я могу сказать, что такие заказы может сделать или крупный инвестор, или сумасшедший инвестор. Значит, крупный инвестор – это государство. Сумасшедший – это тот, который хочет прославиться своим именем. Как вы думаете, государство начнет финансировать, используя ваши способности для усиления своей власти? Игра, которая направлена, чтобы поддержать вас. Мы сейчас с вами играем в те игры, которые взрослые люди прекрасно понимают. Ну, давайте попроще. Может ли вас использовать государство в своих целях? А где нет такого объекта, как государство? Есть представители государства со своими глазами, которые... Ну, хорошо, сейчас смотрите. Он просто работает на заказах. Нет, сейчас пусть... Заказы уже разные. Актиологические заказы. Коллеги, коллеги, сейчас начинается уже предвыборная кампания. Выборы президента Российской Федерации. Начнутся играть такие игры, чтобы привлечь внимание аудитории. Играет очень хороший инструмент привлечения аудитории. Актиологические заказы. Актиологические заказы. Актиологические заказы. Нет, было игра перестройками. Нет, я бы взялся, как в Советском Союзе, по заказу, Гост-Телерадио, СССР. Ну, да, я бы взялся. Актиологические заказы. Почему Кириенко не может профинансировать? Они сейчас очень большие деньги выделяют на воспитание молодец. Создаются целые, это сказать, команды, которые... Такие суммы, которые сейчас озвучил Ярославль, это для них вообще по стиху. Тут понимаете, какая вещь? Дело заключается в том, что у каждого свои совершенно конкретные цели. И когда к тебе приходит представитель государства, у него совершенно не совпадающие с тобой цели. Я вам могу сказать, вот мы для Питера за большие деньги сделали вот VR-ный проект на много часов. Там три эпохи этого самого... 18-й, 19-й, начало 20-го века. Это Петровский флот, это фортификация и первые летчики. Это очень, грубо говоря, патриотический проект, потому что мы подняли историю фортов и прочих вещей. Сделали все это, и люди играли там, смотрели в это дело. А потом кто-то отчитался, и все сдулась. И все сдулась. Потому что тебе важна... Ты коммерческая структура. Тебе важно сделать продукт. А чиновнику важно показать свой KPI. Я сейчас вынужден работать с государственными компаниями по анимации. И я наталкиваюсь как раз на то, что нам надо сделать фильм лучше, а им надо отчитаться, что фильм сделают. Думаю, что по этой причине, даже если государство захочет кого-то использовать, то не сможет это сделать по собственной жизни. Не сможет, конечно. Хорошо. Еще вопросы какие-то от аудитории есть? Нет? Думаю, есть вопросы. Нет, в самом деле вопрос примерно следующего характера. Я лично в русский квест-вокетиле 90-х годов почти не играл, потому что я довольно молод. И для меня это уже довольно болезненно. В том числе смотреть, в том числе играть. Зато я прошел большое количество относительно недавно победителей всего в Эппонии. И я считаю, что там показали почти все, что можно показать. Не с точки зрения, наверное, сюжета, но с точки зрения геймплея. Квесты никогда не были, наверное, все-таки про геймплей, но все-таки есть ли что-то, что там можно еще сделать? Можно ли внести какие-то новые механики квестов? Мне кажется, что наши уважаемые спикеры во многом уже ответили на этот вопрос, потому что они много говорили про интерактивность, про развитие виртуальной реальности. Приведу пример. Когда вышла игрушка Бэбис и Бабхит, они внесли совершенно офигенную новую фишку. С балкона можно было плеваться на голову проходит. Новая фишка. Да нет, она имеет в виду технологические фишки. А, нет, знаете, какая там технология? А вот представьте себе замечательная идея. Вы идете в метро. Как обычно, какая-то бабка перед вами идет, мешает вам пройти. В реальности вы, конечно, не можете ничего сделать. А в Квесте вы можете просто подойти и вкрутить ее. Ну, почему такое нельзя сделать и даже целую мини-игру из этого заберите? Насчет вашего вопроса. Да. На самом деле, в Квестах, даже самых обычных поэтных кликах, есть довольно много любопытных идей, которые уже отражены, просто они не получили особенно большой популярности. Если вы поиграете в этот жанр, и в том числе в 90-е, вы уберитесь, что там, на удивление, много идей, которые действительно можно использовать, и этого уже хватит. А что-либо новое, так или иначе, превратить Квест в немного другой жанр, типа вот Quantum Dream, интерактивное кино, визуальные новеллы и так далее, сходного с ним. Этот процесс, кстати, идет еще тогда, еще в 90-е. Так что, думаю, мы на ваш вопрос более-менее ответили. Ну как, еще вопросы будут? Нет? У меня есть небольшое предложение для зала. Могу показать, там просто есть визуальный, медиаторный большой. Если интересно, сейчас мы можем остаться на кофе-буре. Да, я уже сказал, после окончания вы можете неформально пообщаться и показать все, что угодно. Я принес рисованные иллюстрации красками к первому Петьке, к второму Петьке, и раритетные плакаты и листворки, выпущенные тех времен, еще к первой Петьке, 98-го года. Если надо, можете посмотреть, там должно было, а в том же поставить. А вы, кстати, еще и присмотритесь к рисункам, ва, я стену, там последний вопрос. Как мы его делали? Каким вредом мы его делали? Последний вопрос, коротко. Кто из вас считает себя продюсером? Вообще, кто такой продюсер для ваших даритов? Я, например, в титрах Ипер своих, ну, и наших Ипер, пишусь к продюсерам. Среди исполнительных продюсер. Борис Мастер. А вы, Ярослав, что, нет? Я, на самом деле, я могу сказать, в ГЭГе тогда вообще этого не знали, поэтому никак, ну, как бы записано случайными этими. Надо был арт-директор, главный программист, там, соавтор сценарий и прочим. Тогда твоя фамилия будет 52 раз, нафига я не надо. А вот в анимации я креативным продюсером зафиксом. Ну, я тоже в титрах распятишись. Гэмдэй – дело такое. Там одними теми же вещами, как правило, занимаются одни и те же. Конечно, много разных задач, один человек решает. Хорошо. Итак, давайте я как модератор подытожу. К сожалению, мои знания, крестов вообще русских, здесь пригодились не настолько сильно, как я рассчитывал, но тем не менее. Пригодились, пригодились. Спасибо. Так вот, наша тема вообще-то была посвящена русским квестам больше, но так уж получилось, что мы говорили не про самую большую их часть, из 2000-х, а как, собственно, я и предполагал, про те времена и отчасти про современные. Русский квест – это явление, как мы видим, закономерное. Оно появилось во второй половине 90-х в России, в тот период, когда вообще появилась возможность для этого техническая, финансовая. Причем уже тогда, во второй половине 90-х, на Западе квесты постепенно стали терять популярность, а у нас, как видите, эту нишу как раз стали осваивать. Поэтому в 2000-е у нас это явление и зародилось, и расцвело таким пышным светом, и как минимум у нас продлила популярность этого жанра на почти 10 лет. Почему русский квест после этого потерял популярность, на самом деле, вполне понятно. В 2008-м году случился знаменитый мировой финансовый кризис, и производство даже таких дешевых и, прямо скажем, часто низкопробных игр, пытавшихся выехать на стилистики, классики, стало банально нерентабельным. Поэтому многие такие игры просто разорились вместе со студией «Сатурн», которая подхватила создание «Этик» и, к сожалению, не слишком-то повысила их уровень. В целом же создание квестов вообще и русских продолжается. У них есть своя стабильная ниша. Большое спасибо Ярославу, что он озвучил конкретную цифру. Около 200 тысяч в мире, да? Да. И поэтому они, как правило, небольшие, дешевые. Но если уже деланы инди-авторами, то, как правило, держат марку качества. А вот квестовые механики, традиции и прочее перешли теперь уже на многие другие жанры. И возможно, что сейчас, несмотря на определенные сложности, у этого жанра еще есть будущее. Я говорю «возможно», потому что, к сожалению, все то, что я сейчас услышал, я видел и в оперативных журналах конца 90-х. И на западных в том числе. А вот русский квест в его прежнем мире, то есть веселый, мотивированный, где в основном породилось тогдашнее окружение, вот это уже не факт, что возродится, хотя и грубо и любопытно это сделать. Я все это говорю, потому что я одновременно... Мы еще встретимся отдельно на этот счет по поводу комиксов и по поводу другого, потому что у меня тоже есть хоть какие идеи, и этим надо обменяться. А пока что не делали фон, не приступали? Фон? Ну, раскраска подзима. Ну, я потихоньку приступаю, да, у меня нет столько времени, я каждый день по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть делаю. Понимаю. Ну, про фон, а мы еще поговорим. Ты все хочешь заснять на видео? Да. На видео или фото? На видео. В пакетике там у входа есть большая урна, куда бахил кидают. И еще везде, и я вот сюда мы видим маленькую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Да, мы там не будем. Н vaseя кликаем на приготовление. Это неcertное. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...